Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Дм 6 д brief ДимаTorzok ДимаTorzok Давай я тебе, наверное, да, позволю произносить фамилию Третьяк. Рубцов там в подкате бросился. Павел, я не стремлюсь к тому, чтобы произносить фамилию Третьяк. Вот на футбольном матче. Нет, нет, ну тебе за заслуги можно. На футбольном бульваре. Да, да. Да, и вот видишь, Павел Андреанов будет вводить мяч от ворот. Длинная передача. Предпочитает, видно, боится трейсинга легион. И здесь получилось, да, но вообще, конечно, это не совсем игра легиону, вот эта длинная передача. Неплохо. Мухин. Миронов там здорово. Ох, широко играет. Назад на Андреанова. Бей! Все, потеря мяча и можно выбегать в контратаку. Импульс. Вот так вот Третьяк слева. Один в один против Остапенко. Скорость хорошая. Нет, страхует там. Андреанов как Астрауна. Козлов обыграл, Козлов сзади прыгает. Не, 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 можно было играть. Но Андреанов, Вячеслав подумал, что должен быть шрафной. В итоге свечем импульс потерял, потерял мяч. Слушай, а ты знаешь, мне кажется, что достаточно горячо здесь становится. Горячо, а как по-другому? Это футбол, это главный матч, в принципе. Дивизион А, вторая лига, северная лига. Как по-другому-то? Команды борются. Борются за выход в первую лигу. Я комментировал игру назад с участием команд Кристалл и Дельвейс. Также была, в принципе, борьба в первом тайме. Но потом Дельвейс подсдулся. Пусть не обидится на меня именно игроки команды Дельвейс. Но вот сейчас не хотелось бы, чтобы было именно так. Но игра совершенно другая. Игра совершенно в других страстях. И... Нет, уровень прям очень устраивает. Ну, напомню вам, дорогие друзья, что два дивизиона, да, на севере. Это совсем другой... Да, это один из самых сильнейших дивизионов вообще в Москве. Ну, здесь, да, кто-то обратил внимание, тут, может быть, и попал чуть-чуть в руку Паша Андреанова мяч. Там проход по левому флангу. Власов! Кидает на ходу. Это желтая карточка! Что, нет? Нет, нет. Ну, что ты так разводишь руками-то? Вот, скажи, да, я с тобой согласен, или я? Это желтая карточка? Мне кажется, Власов шел здесь на карточку, но... Вот, пожалуйста, желтая карточка. Да, и там... Показывай, показывай, желтая карточка. Я согласен с тобой. А кто получает желтую карточку в составе импульса? А здесь уже темно мы не видим. Да, но, к сожалению, может быть, сейчас там вроде поднимается Власов, да? Волк-то? Козлов. Никит Козлов. Вот, Никит Козлов получает желтую карточку. Да, ну, видишь, хватило Козлова скорости здесь, Павел Слава Андреанова против... Ускорился, да. Ну, там, мне кажется, что Власов здорово сыграл. Власов был больше на скорости, он на большей скорости двигался. А ты со мной говоришь? Давайте, дорогие друзья, я вас очень быстро сейчас посмотрим этот стандарт. Слава Андреанов, прошел к мячу, Мухин там заряжает правую, на главу уходит мяч. Очень быстро, да, в дивизионе 2А, Салют на первом месте 74 очка, 30 игр, Вет на втором 29 игр и 58 очков. Импульс и Легион, 29 игр и 54 очка у обоих команд. На пятом месте Династия, 53 очка, но 30 игр одна. Вот по игре, да, это та самая. Ну, у нас же перенесенный матч. Да, да, да. Очень высокая ставка у нас, да, с точки зрения, да, очкового такого задела для обоих команд очень важно. Посмотрим, да, это только начало этой встречи. Впереди еще достаточно времени. Да, 0-0, напомню вам, дорогие друзья, 0-0. Команды равны по силам. И ты знаешь, что я хочу отметить, мне кажется, что команды равны по командным скоростям, по командной скорости. Нет, скорости действительно плохие, очень здорово. Команды играют очень здорово. Очень бегущих много, да, футболистов. Составит той, другой команды! Богданов, Богданов отводит угрозу. Технично сыгна. Ну, знаем мы Сергея Богданова, как очень мотариотехнично. Там Козлов был, да, снял он с головы, у него этот мяч. Поэтому? Нет, Козлов в центре поля, Рубцов там. А, Рубцов, на левую шлангу. Да, угловый удар, кто-то из футболистов. Третьяк пошел подавать там и подал достаточно остров, центр штрафной. Богданов бросился на перехват. Аут. На дальней бруровке. Антон, когда ты ступишь в игру? Ой-ой-ой! Ну что ж, мы спросили Антона, когда он ступит в игру. Антон сказал, надеюсь, что сегодня ступлю. Антон провалил пару последних игр. Мы надеемся, что Андрей... Антон себя и сегодня исправит, да, и забьет победный гол в ворота команды «Импульс». Ну и также мы надеемся, что сегодня «Импульс» забьет несколько голов в ворот Легиона. Павел? Посмотрим, посмотрим. Матч очень серьезный, очень высокого накала, очень высокие ставки. Мне кажется, что футболисты... Опасная игра была сейчас. Футболисты и той, и другой команды это понимают. Никита Козлов только что не использовал, да, в центре штрафной принял. Ну, мяч бил поворотом, пробил верхом, но высоковато мяч прошел. Опасно очень было. Паша Андреевна здесь предъявил претензии своему центральному защитнику. Упустили, конечно, Козлова. Или, может быть, это Козлов здорово открылся, да, но, скорее всего, и то, и другое. Седов снова вступает в игру. Седов пока безупречен, вот в обороне, да, хочется заметить, что... И, смотри, снова вступает в игру, и... Вот так вот Рубцов пробил выше сетки, да. Я хотел тебя парировать, сказать, то, что я посмотрел бы, как он был бы безупречен, когда сейчас бы влетел первый мяч в сетку ворот Легиона. Ну, здесь, скорее, рикошет, да, Седов борется в центре, и, в принципе, я бы сказал даже, знаешь, сейчас модное есть такое слово, относительно центрального защитника оборонительного плана, выжигает центр поля, да, но вот мне кажется, что в самом случае, что начало первого тайма Александр Седов действует уверенно именно в обороне. Может быть, креативно пока не очень здорово, но и весь Легион не очень смотрится здорово креативно. Но опорник он и должен выжигать, в принципе. Согласись с тобой. Вот этот вот участок поля, да, вот, в принципе. Конечно, и поэтому предназначен, да, да. То же самое, что в составе. В принципе, импульс всегда делают и Козлов, и Александр Гоглов. Вот, в принципе, они исполняют именно такую же роль. Богданов. Вот, смотри, похоже, что нет, тоже не доходят там до Власова мяч. Власов, конечно, вот в предыдущей игре Легиона почаще был с мячом. Там не совсем суразно, да. Сыграл, мне кажется, Остапенко. Ой, здорово, совсем один. Остапенко сыграл здорово, на самом деле, в данной ситуации. Даже начал свою атаку, пошла. В удар. Остапенко с левой. Опять не имел. Знаешь, головой так надо бить, да, в пол, а ногами, мне кажется, Слава не совсем подстрелился под мяч. Мне просто показалось, что Остапенко там такой, перехват достаточно был, рисковый, мог вполне там набежать, да, правда. Но он же его сделал. Нет, нет, без претензии, да, здесь согласен. Андрианов на второй этаж выигрывает, но с мячом Козлов. Козлов обыграл, перекидывает. Страхует, игра рукой, наверное. Нет, можно играть, Кусайнов. Да, подтверждает мои слова, длинная передача вперед, какая точность Сергея Богданова получает. Зачем Мухин поднял мяч-то? Андрианов один, справа. Дальше бы на бровку бросить. Ну, Андрианов, вот, брат открылся в центр, не открылся на бровку, а открылся в центр. Ну, что ж, Слава Андрианова, плеймейкер такой. Авторитет. Авторитет для брата, да. Да, да, да. А я вот так вот, Власов, получилось, падает Власов. Нет, ну это не пенальти. На пенальти шел. Шел на пенальти, но пенальти не было. Вот так вот здесь, робкий, робкий, да, робкий, реплика с... Давай пеналь. Да, с бровки. Длинная вперед, первый мяч подсказывает брат. Вот так вот, Власов сыграл вроде первый мяч, но ошибся с передачей. Мухин снова. Мухин очень тонко на Андрианова играет. Нет, не ушел. Так хотел, чтобы ушел. И снова Андрианов, здорово! Ой-ой-ой, как жёстко. Сохранить бы мяч. Власов, удар! Добивание, гол! Да, Павел! Короче, да. И какой важный перехват для Легиона, да. Ты знаешь, мне кажется, братья Андрианова здесь и сделали гол. Я бы с тобой, Павел, не согласился. Извини, что я тебе перебил. Но я считаю, что гол сделал Власов. Власов здорово, да. Получил там, не стал торопиться. Под правую ногу себе убрал. Но, ты знаешь, здесь борьбу выиграл Паш Андрианов. Там борьбу получил по ногам. Выиграл Слава Андрианов. Власов был один на мяче. У него он очень исполнительный. С точки зрения мастеровицы, там все в порядке. Голова очень светлая у Власова. И вот так вот пробил с правой ноги. Бил в левый от себя. Ну, вот. Сергей Крупкин, да, действительно. Да, Крупкин. С первым ударом, в принципе, справился. Но со вторым нет. В принципе, очень сложный был удар. Да, с линией штрафной. Справился без вопросов. Ну, вот на добивании Паша Андрианов не помог. Там правый защитник импульса. Я так понимаю, что... Антон, чей гол? Кто заслужил этот гол? Мы спрашиваем. Паша, да, Павел. Ну, вот. Запасные команды «Легион». Считаю то, что команда «Легион» заслужила этот гол. И считаю, что Павел Андрианов. Мы просто весь сезон занимаемся тем, что приписываем кому-то голы наши и в чужие ворота. Ну, вот зрители нас не слышат, о чем ты говоришь. Вот. Кому мы приписываем голы? Мы приписываем голы каким-то личностям. Причем и в свои, и в чужие ворота. Я считаю, что нужно уже становиться командой. И приписывать голы команде. Так чей гол? Чья заслуга в этом голе? Команда «Легион». Команда «Легион», Павел. Вот понятно? В этом участке поля, навязанный соперник. Ну, Антон Жавронг у нас традиционно крайне красноречив. В отличие от нас с тобой. Заслужит он. На свои такие комменты. Гавриков, наверное, похоже. Да, видишь, партнер открывается там с центра. Шрафной. Здорово. Сильно бросает. Срезка. И импульс сравнивает. Счет. У Гаврикова передача. Самый классический ассист. И здорово бросил, на самом деле. Видно было по полету мяча, да, что можно это вполне будет срезать. И гол забил 30-й номер, я так понимаю, да? Андрей Ряховский. Или Ряховский. Я прошу прощения у Андрея. Возможно, неправильно называю его фамилию. Ну, Ряховский. Ряховский. Ну, проспали, проспали игроки «Легиона» нападающих. Ну, а я считаю, что просто они не включились в эту борьбу, в этот вброс из-за боковой. Не ожидали, что последует он сразу же туда, в центр штрафной. Да нет. В центр штрафной, да. Не совсем я с тобой соглашусь. Сергей Богданов будет вводить мяч на своих ворот. Можно разыграть. Интрига у нас, да, здесь далеко не умерла. Один-один. Импульс очень-очень важный мяч для себя забивает. Сравнял счет, Власов классно принял. Попробовал снова справа и... Попал в защитника. Гавриков оброняется. Великолепно. Гаврика хорош там на последнем рубеже, да? Ну и Власов, да, те свои небольшие эпизоды, которые возникают, используют, да, мне кажется, даже не на 100, а на 110%. Власов традиционно очень хорош. Представляешь, как вы? Как центральный подающий он действует действительно сейчас очень хорошо. Запрещено. Вот так вот от Мухина. Не, Мухин сохраняет. Передача там вверху на Андрианова. На славу Андрианова ошибается, по-моему, там. Вратарь импульса, но вроде все в порядке. Пошла. Так, очередная. Передача здорово. Рубцов обыгрался с Третьяком. Чуть-чуть. Ошибся. Седов снова выступает в борьбу. Власов с Ряховским. Борьба. Мухин дает. Я очень уверен сейчас действует. У нас рейферия. Конечно. А чего не давать-то, в принципе. Борьба идет. Сейчас главное не испортить этот матч. Потому что матч действительно очень хороший. И команды играют действительно в грамотный футбол. Без грубости какой-то. Да, просто есть борьба. Да, есть борьба, есть жесткость. Ну, надо просто... Заруба такая серьезная. Поддерживать. А вот на ближней бровке к нам. Вот так вот на Козлова. Козлов примет. Ставит Седовым корпус. Подсказывает, у моего здесь партнера, что можно отдать. Ошибается Козлов. Мухин. У Мухина есть свободное пространство. Пас вперед. Тут Андрианов скорость там включил. 1 на 1. Даже вылез. Но смог нанести удар. Вступает в игру. Там Крупкин хорош. Мухин головой скидывает на Власова. Власов справа оказался. Сложный финн задумал. Там между ног не попробовал прокинуть оппонента. Чуть подсунул Остапенко. Может быть чуть. Ох, накроем Паша Андрианов. И здорово вышел победителем из эпизода. Как тонко сыграно. Власов запускает Мухина справа. Может, может, может. И все. Момент упущен будет. Свободный удар. Идет Максим Остапенко подаватель. С левой ноги. Да, да. Длинные передачи делает Максим. Подача. Воплаз хороший. Удар Вячеслава Андрианова в верхнюю левую девятку. И 2-1. Ты так же считаешь? Так, замена у нас в составе Легиона. Антон Жаврин. Правую бил. Да, правую бил. Да, Мухин покинул поле. Антон Жаврин появился на позиции, я так понимаю, левого полузащитника. Право. Сейчас посмотрим. Скорее правым остался все-таки Слава, наверное, Андрианов. Ну, сейчас посмотрим. Ну, Мухин действовал у нас справа. Да, у нас справа. Слава Андрианов мяч принял не совсем удачно. Остапенко на предпоследнем рубеже. Длинная, нет. Аккуратно сыграл. Нашли Седова. Да, в больницу отправил. Ну, как бы в больницу? Больницу отправляют в хоккей, а это в футбол. Ну, не знаю. Здесь Козлов обыгрывает Жавринка. Не совсем еще Антон вошел в игру. Седова. Седова. Давай. Сделал передачу. Ну, последний защитник справляется. Справляясь, импульс, своими обязанностями. Ребята, блядь, только проем. Миронов на Андрианова. Поднимает чуть мяч Андрианова. Власов там ожесточен и поборол с левой ногой. Ну, напомню вам, дорогие друзья, что обе ноги, да, то, что называется, у Власова рабочий. Соби их может нанести удар. И отворот. Отворот, по мнению Власова, от футболистов импульсу. Ушел мяч, ну, отворот. Гавриков будет исполнять. Дальше уже подсказывает партнерам. Вы по интершуму это слышите. Но Рубцова. Рубцов поздновато, да, стартанул чуть. И аут здесь. Легион вводит. Жаворонок. Можно играть. Хотя нам тут было... Подсунул Седову. Жаворонку. Нет. Жаворонок подсунул Седову. Скорее здесь самому Жаворонку подсунули тоже. Эту передачу. Андрианов набирает скорость. Слава в одно касание на Власова дает. Неплохо, неплохо. Вот эта связка, конечно, составил Легион себя чувствует очень-очень здорово. Через себя здесь передача на брата. Там играл Слава. И мяч уходит в аут. До Павла мяч не дошел. Да. Ласов. Скинул грудь на Павла, но... Это все закончилось. Остапенко. Да, и обрати внимание, замена здесь у нас в составе импульса под 10 номером Александр Кельч у нас появился. А кого он у нас заменил? Заменил третяка на позиции центрального упадающего. Вот за боковой. Седов. Седов уверенно себя чувствует, да? Такое впечатление, что в Сочи тренировался, там играл в футбол, да? Я играл где-нибудь, нет? Я там не играл, но Седов у нас там постоянно был в тонусе. Постоянно физически. Козлов бешеный. Здесь скорость набирает. Передача. Кельч плохо открылся на самом деле, да? Вполне Остапенко был немец. Либо было идти под него, да? Либо на дальнюю штангу уже, да? На дальнюю штангу. Ну вот, мне кажется, Александр Седов посильнее. Посильнее кариоке. Конечно сильнее. Пятка у болит. Ну ладно, продолжим. Продолжим. Классика будем цитировать еще, возможно, много-много раз. Пост вперед. На втором этаже. Здорово, Андрианов. Миронов здорово, ушел! И получил сохранить мяч, Мария Жаворна. Жаворна там падает оппонент. Уходит оппонента. Сделал бы прострел. Прострел последовал, но не сильный. Там плохо Власов в этот раз открылся. Андрианов. Просит Власов, передача. Отдай! Миронов. Андрианов. И ошибается, Рубцов. Рубцов. Седов вступает в борьбу. Жесткий, силовой. Жесткий, силовый. Отговорка по Фрейду. Или по Альфинову. И обратил внимание, Александр Седов. Ой-ой-ой, это матч. Представляешь, как только... Ну, Рубцов тут просит. Нет, Козлов это было. Козлов, да, там извинился перед Александром Седовым. Но на самом деле там, не знаю, был ли повод извиняться. Да не было там ничего. Борьба, да, борьба, борьба, конечно, не грубо играл Никита. Дальше дайте нам мячик. Продолжим мы весь эту великолепную трансляцию матча между командами «Легиона» и «Импульс». Счет 1-1. Да, напомню вам, дорогие друзья, усилиями Павла Андреянова повел «Легион». И вот в середине первого тайма сравнил счет «Импульс» усилиями Андрея Риховского. Да, Риховского, совершенно верно. Хорош, да, Козлов очень-очень хорош в центре поля. С левой ноги! Ой-ой-ой, ты знаешь, вот мне кажется, что сейчас Сергей Богданов был не готов к этому удару. Но мяч последовал на самом деле далеко мимо. Ты считаешь, далеко? А если бы он шел в девятку, я думаю, Сергей Богданов бы прям выручил бы прям свою команду. Жаворонок отдать низу, низу на партнера! Низу не готов был, мне кажется, здесь Андреянов туда, если только раньше пойти. Мне кажется, здесь можно было резануть чуть-чуть, да, помягче передачу отдавать такую на среднем уровне. Но по геометрии правильно, да, как мы любим это говорить в хоккее, да, по геометрии правильно, по исполнению не очень. И импульс вводит мяч от своих воротов. От ворот, да, капитаны импульса. Ну, тоже, да, здорово смотрится на самом деле. Один момент, конечно, упустили футболиста Легиона. Да, вот мне кажется, знаешь, Легион чуть успокоился. Андреянов вообще один там был, отдает пасом, вернее, головой отдает точный пас на Славу. Слава в центре поля мяч потерял. Риховский, Риховский передача. И смотри, девятый номер появляется в составе импульса. Александр Миронов. Александр Миронов появился, поменял он, я так понимаю, Рубцова в позиции левого полузащитника. Извини, что я тебя перебью. В составе импульса все-таки Козлов выделяется, наверное, да? Конечно, ну вообще, мне кажется, Козлов выделяется во всей Северной ЛФЛ. Здесь без разговоров. Но там Власов не зацепил. А, угловой удар, смотри. Угловой удар. Кто будет подавать? Я думаю, что Александр... Нет, Александр Седов пошел бороться. А вот, судя по всему, Слава Андреянова там нету, что Афной. Значит, Слава... Нет, и Слава там тоже. Кто же там у нас подает? Жаворонок, да. Жаворонка хорошая подача с правой ноги. На Седова слета был готов и Слава Андреянов. Ну, Козлов выше, Козлов выше. Что тут здесь? Козлов головой играет очень-очень здорово. Здесь без разговоров. Вот как раз еще в первом матче этих команд в первом круге. Я отмечал, да, что скидывает он здорово очень партнером. Очень мягко так играет головой. То есть снова Козлов догоняет его жарно. Козлов обыгрывается с Кельшем. Кельш получает по ноге. Вроде все нормально. Передача! Не подобрал, да. К сожалению. Хотя здорово так разыграли, да. Извиняюсь, Миронов там перед Кельшем. Но опять, да, Никита Козлов здесь создал момент для партнеров. Чуть может быть на тоник. Ух, там бросился в атаку. Вернее, в прессинг Риховский. А Стапенко отыгрывается с Андреянова. Да, и Андреянов, видишь, с носка выносит. Да, и слава ему, Мухин здесь расстроен этим эпизодом. Хотелось бы его спросить, почему? Потому что упускают нити из своих рук. Нити игры. Потому что в последнее время импульс создает более какие-то осмысленные моменты у ворот Легиона, нежели Легион у ворот импульса. Я согласился, а Легион уже давно-давно не создавал ничего, да, такого острова совсем у ворот. Наверное, после пропущего. И был один момент. Ой-ой! После гола, да, удар! Сестно! Нет, это в рогбийные ворота полетел мяч. Уже ни раз и ни два, да, в рогбийные ворота. Мне кажется, если так, рогбийным счетом, то уже, в общем... Двадцать семь... Восемнадцать. Впользуя импульса, да? Давай, 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 давай! Там воротари, бежал! Небольшая передушка. Попробуем сейчас поинтересоваться у Максима Гущина, что у нас с хронометражом. Там на камере нет у нас, да, когда началась трансляция, жалко. Но я думаю, что заканчивается у нас первый тайм. Обрати внимание, смотрят на часы сейчас у нас. Сергей Григорьевич Хусаян, сколько осталось, если не скрят? Все, ничего не осталось. Ничего не осталось. Поэтому сейчас вот Сергей Багнановский только... Все ушли уже. Все уже передвигаются к скамейкам запасных. Закончен первый тайм. Первый тайм. Один-один. Легион Импульс в Спорте.ру. Для вас Бескульнический бульвар. Камушкин и Япл. Чуть-чуть аналитики давай добавим. Давай. Хочется обратить твое внимание, что неплохо играет Импульс, неплохо играет в атаке. И не все получается у Легиона. То есть, может быть, Легион Бейрат играет так же, как Импульс. Но Импульс интереснее. Импульс острее в центре. Козлов креативнее, чем Седов. Хотя Седов хорош в качестве опорного полосочника. Илюк, тебе слово. У нас сейчас будет флеш-интервью, я так понимаю. Да не будет у нас никакого интервью. Паш, я тебе отвечу на твой вопрос. Я считаю, что Козлов выглядит просто сегодня по первому тайму лучшим по сравнению с тем же Седовым. Но Седов, он играет чуть глубже, чем Козлов. Я тебе об этом и говорю. Поэтому Козлов идет в атаке. Легионам пока что не хватает именно вот под нападающим какого-то игрока. Возможно, стоит перевинуть Андрианова. Здесь, мне кажется, понимаешь, Козлов заставляет Александра Седова опускаться ниже. Не дает своей креативности, не дает ему возможности играть, да, остро в атаке. Сейчас давай мы с тобой на секунду выключимся. Дорогие друзья, у нас Михаил Федосеев прямо сейчас. Футболист команды Эдельвейс. В прямом эфире, Миш, как смотрится игра Legion Impulse? Игра достаточно интересная, обоюдно острая. Legion быстро достаточно забил, но также быстро пропустил. Ну, на мой взгляд, к сожалению. Болеешь ты за Legion, да? Ну, есть симпатии, потому что команда не чужая нам. Поэтому интересно наблюдать за их играми. Надеюсь, что во втором тайме они исправят ситуацию и выйдут вперед. И надеюсь, не на один мяч. О своей игре порассуждаешь? Тут без комментариев. Сегодня смотрелись ужасно. Хотел единственное пожелать Кристаллу удачи. Команда очень симпатичная, техничная. Согласен с тобой целиком. Поэтому надеюсь, что ребята выйдут в первую лигу. Они достойны этого. Ну, сегодня без комментариев. Свисток прозвучал у нас к началу второго тайма. Дорогие друзья, Михаил Федосеев, представитель Дельвейса. Вернемся на поле, Михаил Федосеев. Спасибо большое. Сразу Легион здесь начал длинной передачи на Андрианова. Андрианов развернулся! Еприкян выносит там мяч из собственной штрафной. Да, Слава. Неплохо, неплохо здесь сыграл. А вот глубоко на половине поля импульса. Хорошее начало для Легиона. Илья Полфинов ко мне сейчас вернется. Я так понимаю, да? Отвлекся чуть-чуть. О, нет, это Мухин бил в дальний угол! Мухин появился на поле. Да. Ну, а снова вышло. Да. Снова Жаворонок у нас остался. По полтайма. Играют у нас крайние полузащитники в составе Легиона. Не хватает Иванова. В центре поля? Ну, может быть, может быть. Да, здесь я стой и соглашусь. Сейчас Александр Иванов футболист необыкновенно креативный. Возможно, смотрит на это сейчас. Козлов, кудай! Правая нога! Гол! Великолепная атака команды. И что творит Козлов? Да, Козлов очень хорошо. В одно касание. И кто нас забивает гол? Ну, там, я так понимаю, что 10 номер. Да, Кельч забил. Ну, судя по тому, что хорош Сань, наверное, Александр Кельч забил. Да, да, да. Кивает нам здесь бровки. Александр Кельч записал на себя. 2-1. Импульс повел. Великолепный прострел там был от Никиты Козлова. И с правой ноги. Ну, я так понимаю, что на самом деле рабочая это у Козлова левая, да? Похоже. Мухин с мячом. Мухин слева. Против него три футболиста. Импульс сразу. И ошибается передача. И Мухин, да, бывает чуть-чуть вот так вот играет. Остапенко там ошибается. Ну, там ошибся не Остапенко. Там ошибся полузащитник команды Легиона. И контратака будет! На другой гад. Работал здорово. Кельч там, видишь, был в такой полупозиции. Оказался, не было у него возможности ни ускориться, ни пойти на мяч. Миронов жестко-жестко играет там против Андрея Риховского. И аут. 2-1, дорогие друзья. 2-1 в самом начале второго тайма. Импульс вышел вперед. Седов. Я думаю, что теперь Легиону будет очень сложно отыграться в этом ситуации. Соглашусь с тобой, Седов там ошибся, борется с Козловым. Уходит Козлов, бьет. И снова удар с правой ноги. Да. Подсказывает, да, там сейчас интересно Сергей Кропкин. Подсказывает Козлову чуть-чуть еще подстройся. Было время. Ну да, на самом деле пространство было, потому что Александр Седов отыгран был в этом эпизоде. От Седова ушел он, да. Здорово, в одно касание там. Хорошо, обыгрались. Неужели у вас он не болит? Андреянов будет делать Дубаль? В штангу мяч попал и мимо борота. Александр Седов просит пенальти. По мнению Седова было нарушение там в центре против, видимо, против Андреянова. Ну а по моему мнению, там Власов должен был сам завершать эту атаку. Нет, не согласен с тобой. Здесь, разумеется, на стенку разыгрывать. Потому что у Власова был острый угол, там был вратарь, перед ним располагался еще защитник. Да, там сложно было у Власова пробить. Паша Андреянов надеялся на пас в одном касании. Но почему-то вот Власов здесь... Тут единственный момент, да, когда нужно было отдать передачу. Тот единственный раз Власов вот чуть-чуть запутался, мне кажется, в мяче. Чуть запутался в ногах и передачу это не отдал. Но, что не умаляет, мне кажется, на самом деле, давайте не будем забывать. Все в порядке с Сергеем Власовым, все в порядке с техникой. Сегодня в первом тайме он играл здорово. И вот только в этом эпизоде и, собственно, ошибся. Ну и по-прежнему впереди 2-1. Здорово, здорово играет здесь Риховский. Столкновение, третяк падает. Просто так как-то толкнул его. Да, и приинтересовался здесь Слава Андреянов. Зачем? Зачем у Максима Остапенко? Большое у нас, да, обратим внимание, количество зрителей. Осталось много у нас здесь народной игре. Все смотрят с удовольствием, да. Матч смотрится, матч, да, матч очень важный. Напомню, дорогие друзья, в дивизионе 2 там настоящая заруба позволит. Эй, Еприкан! Хорошая передача! Взмывает там свеча Мухин. Мухин один совсем. Еприкан не пошел бороться. Ошибается Власов. А Мухин просил передачу обратно. Да, ну, Мухин всегда просил передачу. И по свечу, удар! Удар рядом. Рядом. Александр Гоглов! Или Гоглов, не знаю, как опять я перед... Гоглов, наверное, перед Александром я извиняюсь. Александр Гоглов тут жахнул с центра поля. Практически неплохо. Богданов длинная передача. Сильная, длинная на Власова. Еприкан нагло ниже Власова. Борьбу выигрывает. Мухин борется. Козлов тоже не стал бороться. Обозначили здесь, да, Мухин и Козлов. Ну, возможно, что не самая сильная сторона. Слава Стасу Мухина игра на втором этаже. Стасу Мухину надо брать игру на себя, на самом деле. Попробовать протащить по бровке. Ну, согласен. Здесь, на самом деле, все три атаки. Они все очень креативные. До Мухина! Не решать бы! Поздно, штрафной будет. Да, штрафной здесь я согласен. Слава Андреяна заработал штрафной. Гавриков сфалил. Гавриков разводит руками. Мухин здесь мяч забрал. И замена, ты посмотри, замена вратаря в составе, в составе импульса. Крупкин там, смотри, подняться не может. Там столкновение какое-то было, видимо, с Пашей Андреевым. Вот как раз в эпизоде, который там был в спорной пенальти. И Константин Мараховский. Без номера у него, без номера у него. Куртка, да, ветровка. Появляется в составе импульса. Разыграл! Да, интересно, задумали. Так, вторая импровизированная стенка. Седов борется с Третьяком. И, посмотри, от Третьяка уходит мяч в аут. Седов будет бросать. Седов здорово разобрался в эпизоде, хоть тоже, да, и пониже. Там нагло, да, но, в общем, вышел на втором этаже победителем. Что-то Паша Андреев у нас не торопится на правом фланге атаки. Аут, вперед, ставит могучий корпус у Власов. И все, и потеря мяча, и опять придется начинать атаку от своих ворот. Будет делать Максим Астапенко. Астапенко, да, но там можно и через Богданова сейчас сыграть. Открываются, да. Ага, нет, нет. Вот так вот к раннему своему защитнику отдает возможность начать атаку Легиона. Длинная вперед на Славу. Слава ставит Еприкан Корпус. Еприкан хорош. Хорош читает отскок. Третьяк. Третьяк борьба. Астапенко вступает в игру. И длинная передача. И, по мнению Хусаинова, здесь, я так понимаю, игра рукой, наверное, да? Видимо, да. Левая нога. На право пас. Андриана в седе он разобрал. Разыграли. Неплохо Власов отправляет. Андриана вперед. И на этом все. Да, на этом все. И здорово на левом фланге собственная оборона. Александр Миронов действует. Напомню, он вышел на замену. Мухин, Мухин снова толком мяч не обработал. Третьяк, Третьяк. Ух, неплохо. По мельфутболу, вот там, развернулся. Нет, Седов. В очередной раз выжигает. А Мухина уже там нет. Мухин уже ушел оттуда. Да, ой-ой-ой. Ну что, Власов. Вот скорости не хватает, да? С Сережей Власовым обсудили, что есть небольшой лишний вес у него, да? Попросил он в фотошопе убрать его в нарезке трансляции. Ну, может быть, наш. Редактор, удар поворотом. И сделает это добивание в этот раз. Нет, не будет добивания. Не будет, да. Но Мараховский вот вступил в игру и, в принципе, сыграл уверенно. Мараховский, так для вратаря, в общем, не могучие габариты, да? Легион необходим, перевести игру на левый край нападения. Там Мухин давно уже не участвовал в игре. По активнее необходимо использовать. Почему ты так веришь в стасовские таланты и умения играть в артеке? Нет, Паш, я не в стаса верю. Я верю в то, что просто вся игра строится через центр и через правый край нападения. Там авторитет, Лавандре. Просто необходимо разнообразить свои атаки. Ну, а импульс у нас отдал инициативу своему сопернику после того, как забил мяч. Да, у нас в основном контроль мяча остается за Легионом. Да, да, согласен с тобой. Козлова давно мы с тобой не упоминали, да, Никиту Козлова. В центре поля третя. Он играет без мяча. Да, ну вот сейчас, вот сейчас Никита с мячом. Пас хороший направо. Курцов. Вот так вот и тут он напихал капитан своему, своему правому вингеру. Это Андрей Ряховский был автор одного из голов сегодня в составе импульса. А вот Влацов просит, получает. Зацепился вроде. Почему? Ага, и почти ушел. Ты сглазил его. Я вроде вроде сказал. Вроде вроде. Прошу прощения, дорогие друзья, за тавтологию. Какой жест великолепный здесь Сергей Григорьевич Хусаин. Вот так вот разводит он руками. Ну да, да. Желтую карточку здесь требовал Мухин для Ряховского. И снова, обрати внимание, Епрекиан хорош. Власов солнечное сплетение получил. Не может отдышаться. Играть надо, играть надо. Что теперь делать-то? Власов смотри, медленно здесь возвращается. Я надеюсь, что восстановит дыхание. Все в порядке будет. Козлов. Козлов через оборону играет. Епрекиан. Ну, Епрекиана есть и короткая, длинная. Преподсчитаю длинную. И Павел Андрианов на втором этаже безупречен. Мухин, Ряунов. Дальше и все. Да. А может быть и стоило здесь сюда, да? Опять-таки на Власова перейти на лево мяч. Власова есть. Есть неплохое ускорение. Не, здесь... Ой-ой-ой. А это уже Сергей Богданов. Сильно в колено. В больное колено, по-моему, да, получает Сергей Богданов. Да, это же правое, да, оперированное колено у Сережи. Да, именно оно же. И видишь ужесточение там оппонента ударил мячом. Это карточка, пожалуй. Ну, мне кажется, что... Надеюсь, что Сергей Григорьевич правильно здесь разберется в эпизоде и обойдется у нас без удаления. Потому что на самом деле... Вячеслав Рубцов. Вячеслав Рубцов. Это перейти номер. Нет. Может, может, если встал дальше в раму, я думаю, это что продолжит. Так видишь, наступить-то не может. Попробует разбегаться, возможно. Штрафную. Ну, вот нарушение, по мнению... По мнению рефери, нарушение со стороны футболистов импульса здесь было. Но не в эпизоде, не в столкновении с Сергеем Богдановым. Богданов посмотрел там... Посмотрел там на Рубцова. Но обратил него не пошел. Извините, пожать руку. Просит заморозку Богданов. У нас замена или нет? Нет, нет. Там просит заморозку Богданов. Да. Да нет, там и заморозка. Все это заморозка, это все, конечно, хорошо, но... Как себя завтра Сергей будет чувствовать? Интересно. Не знаю, если колено опухнет, то все будет очень плохо. Так, Остапенко будет водить мяч. Нет, Андрианов. Дальняя подача. Ага. Ну, здесь вон, видишь. Седов запускается от себя, хватает скорости Седову. Борется и сохраняет мяч в поле. Нет, не сохраняет, но молодец Александр Седов, физически готов. Какой рывок сделал. Да-да-да, сам себе кинул вроде с партнером, попытался обыграться. Но Мухин такого рывка нет. А Мухин не пошел. Да, Мухин и не пойдет на такую. Хотя должен был помочь партнеру. Должен, должен, конечно. Но... Стас Мухин такой скоростью не обладает. Третьяк, кстати, обрати внимание, с этим эпизодом еще более, да, мне кажется, градус. А вот я хотел тебе сейчас опять же сказать, фиш, загрузили правый край. Вот, Мухин был один. Совершенно один. У него был свободный лед, как мы любим с тобой выразиться, да? Да. Наверное, метров 20 у него здесь было фланга. И не было правого защитника, потому что любит, да, Реховский подключиться. И, в принципе, освобождают зону. Ни раз, ни два, да, уже вот здесь можно было подловить. Там и Власов мог, да, и Мухин мог, но... Ой-ой-ой. Снова до Власова, видишь, мяч не доходит. Здорово играет в обороне. Импульс 2-1, напомню вам, дорогие друзья. 2-1, импульс обыгрывает. Легион, ох, тяжеловато там можно сейчас. Возможно, тяжеловато сейчас было Сергею Богданову ускориться. Богданов играет шире через Миронова. Классический такой вот в игру. Третьяк прессингует. У Мухина двое. Мухин в никуда передача последовала. Плохая, да, так. Это даже плохо по геометрии. Третьяк цепляется. Остапенко борется с Третьяком. Уходи, уходи. Дай свою ногу. Ты знаешь, у меня есть такое ощущение, что Третьяк много времени провел на каких-то мини-футбольных площадках. Потому что, знаешь, обрати внимание, стопой контролирует мяч здорово. И вот это под дальнюю ногу контроль, да, это все, мне кажется, мини-футбольные элементы. А вот толчок в спину. И обрати внимание, здесь капитан, капитан импульса. Просит попробовать. Нет, Еприкян, 77 номер пошел, видимо, на подачу. Козловский там потихоньку-потихоньку, да, подбирается. Три адреса у Еприкяна, два на дальний, один на ближний. Классическая расстановка импульса. И один раз уже продемонстрировали нам сегодня игроки импульсы. Да умение играть головой! Неужели Еприкян бил дальний? Нет, похоже, подача, ошибся просто подача. Просто выглядит это все остро. Да, и обрати внимание, Сергей Богданов не вводит мяч в игру. Пытается там расходиться, пытается распрыгаться. Максим Остапенко. Да, и Максим Остапенко длинная. Плохая. Остапенко умеет побороться на фантаже. Богданов хорош. Вводит сразу мяч в игру. Уласова под правую ногу набирает. Уйдет! Получается, Уласова под себя убрал, двух собрал. Передача над лево на Мухина. Мухин борется. Плохо поборолся. Считаешь? Я считаю, да. Ну, здесь оборона. Оборона импульса уж очень-очень строга. Учень, что он сыграл импульс. Да. Миронов! В дальний крутил, по-моему, да? И замена в составе Легиона. Александр Седов покидает поле. Антон Жавровник появляется в центральной зоне, я так понимаю, или Андрианов? Да. Паша Андрианов в центр. Жавровник на правую оборону. Да, да, да. Ну, он бы играл, играл. Жавровник правого защитника вполне может выступать на этой позиции. Также отличается неуступчивость в виде наборства. Строг удара опять вот. Ну, смотрю, у Никиты Козлова, да, любит он вот так вот обработать мяч, пробить слет, а считает, что это вполне ударная для него дистанция. Ну, а почему нет? Почему нет? Удар хороший, он это умеет. Почему не застать врасплох галкипера команды Легион Сергея Богданова? Тем более в такой ситуации. Да, 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 согласен, согласен. И снова Мараховский вступает в игру, надежный такой, да, флоднокровный вратарь в составе импульса. Длинная вперед, длинная вперед, борьба, и Сергей Богданов снова забирает. Но вроде, вроде бы, да, позволяю себе такое высказание, оклемался, да, Сергей Богданов. Передача вперед. Да, начал начинать. Мухин, Мухин, получилось обработать. По мнению Мухина игра рукой здесь у Гаврикова, по мнению Сергея Григорьевича Хасаенова, нет. Подключился, подключился там. Жаворнак, третяк, третяк, неплохо. Помягче, чем Мухин, обработал ложный замах, подключает своего правозащитника. Да, и снова третяк, третяк справа. Выносит, выносит мяч здесь. На этом все закончилось. Да, Стапенко к атаку смотрел с перспективной. Легион необходимо торопиться, водить мяч в игру. И снова, смотри, Гариков, ты знаешь, он здесь, я так понимаю, стандартный исполнитель вот этих аутов, да, стандартных аутов, то, что называется, да. Здорово, он кидает сильно. Так бывает, да, в лфельных командах есть, как правило, такой исполнитель на дальнюю в этот раз. Видишь, подача не на ближнюю, на дальнюю, там только футболисты Легиона оказались. Еприкен, хорош, хорош в отборе Еприкен. Очень надежно играет, совершенно без выпендрежа. И снова третяк, передача проходит, Жаворнак борется. И снова Жаворнак. Сыпается. Серия ошибок там, третяк в итоге развернулся. Отдать некому, отдать некому. Прострел, Миронов, у Миронова сзади оппонент. Мухин снова потеря. Ну что же, Стас Мухин-то у нас совсем в атаке играет. Некреативно, аут, вперед. Да, Андрианова мяч не доходит. Власов там жахнул мимо мяча. Еприкен с Козловым. От кого выходит мяч? Нет, от Власова, по мнению Хусаинова. Мухина обделяют мячом. Необходимо нагружать этого левого нападающего. Ну ему, да, ему, видят, борьбу дают в борьбе, да. Но Мухин не силен в этих эпизодах. Он вот, да, дайте Мухину пространство, он создаст. Грустный Александр Шаталов, наш оператор, член нашей дружной медиагруппы проекта «Спортирук» нам тут присоединился. Саша, как футбол? Вот так вот. Огорчен Александр Шаталов. Действиями футболистов «Легиона». Подача! Богданов хорош! Козлов, левая нога! Нет, нет, там дошерковатый уже ушел Козлов. Власов, убегай, убегай! Да нету, нету, есть лишний, скорости нету. Сергей Власов, там Еприкян. Здорово опять играет Еприкян. Хороший в подкате, великолепен. Слушай, хочется отметить этого левого защитника «Импульса». Ты знаешь, пожалуй, в тройке моих футболистов третья звезда встречи для меня... Понятно. Да, пожалуй, Еприкян. Отдай удар! Удар! Вступает в игру, там добивание! Мирона в автоботборе, ну отдай! Хорош Мухин через себя играет. Все. Нет. Да все, все, захлебнулась атака. Атака, да. Но здесь сейчас начнется Андрея Нав. Борьба на втором этаже, взмывает воздух там футболисты. Остапенко худнокровен, ошибается с передачей. Кеш прессингует. Да, у Богданова правая ударная. Богданову пасу, и пас на право! 3-1! 3-1, импульс! Пользуется ошибкой легион, да. Сергей Богданов с левой ноги здесь не уверенно играет. К тому же там опорная правая, да, та самая больная, та самая травмированная. Ошибается он здесь первым пасом. Но какой прессинг был со стороны. Великолепно сыграли, великолепно сыграли футболисты импульса. Здорово. Никуда не торопились, прессинговали, шли до конца. И вот в итоге, видишь, в итоге их прессинг увенчался успехом. Классный гол. 30-й номер, оформил дубль Андрей Ряховский. Забивает Власов. Уже практически в пустые ворота. Да, да не практически, а пустые ворота. Там были. И смотри, Ряховский там лежит. Удар Мухина справой. Ошибается снова Остапенко Кельч, включает скорость. Остапенко. Нет, свою ошибку сам сломал, сам починил. Да, очень. Ряховский у нас поднялся, к счастью. И даже продолжит играть. Ну тут главное сейчас, чтобы... Нет, нет, видишь, отправляет, да, я так понимаю, Ореховского за предел поля Сергей Григорьевич Курсаинов. Тут главное, чтобы игра не перешла в грубость. Да, да, да. Хотя здесь бровки есть претензии, да, в смысле по... Как? Требуют футболисты бороться. Футболистов, вернее, бороться зрители. То, что называется так, little bit нецензурно. Ну ладно. Андрианов, Андрианов. Можно на Миронова переводить. Шире, да, Андрианов это и делает. У Миронова есть свободное пространство. Ну и получилось. И Мухин, и Андрианов. Неплохо Козлову обыграл. Все. Штрафный удар, Слава Андрианову зарабатывает штрафной удар. Молодец, да, вот это умение Славы, конечно, бороться здесь до конца. И, видишь, подружески так его обнимает Сергей Григорьевич Курсаинов. Но при этом пока что штрафные удары в качестве нас не перерастают. Согласен с тобой, согласен с тобой. Не приходит. Мараховский там. Если бы был вот сейчас удар в створот, возможно, что-то... Сейчас посмотрим, сейчас посмотрим. Ну, Слава Андрианов выполняет с правой ноги, он штатный. И, да, исполнитель стандартных положений. Закручивается. Удар! Вячеслав Андрианов. Великолепный в створе штрафный удар. 3-2. Интрига у нас продолжается. Возобновляется. Вот только, к сожалению, нет у нас тарификации здесь. Хронометража сейчас. Может быть, Сергей Григорьевич Курсаинов нам подскажет, сколько времени у нас прошло, на какой минуте. 9 осталось, я так понимаю. Да. Да, кивает нам. Рефери. Ну, у импульса еще есть время, чтобы сохранить победный счет для себя. А у Легиона еще есть время для того, чтобы сравнять счет в этой встрече. Ну, ты знаешь, мне кажется, вот судя по действиям Кельша, есть возможность сейчас у импульса... Заби! Нет! Андрианов безупречен, хорош. Андрианов! 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 Закинет. Да, ну, Максим Остапенко поменял. Видно, ну, либо у Максима травма, либо... Либо устал. Либо подустал. Ну, в общем, в такой игре... Почти как привез гол. Ну, там коллективная ошибка. Там не только... Там, несомненно... Там и Богданов, и Остапенко. Да, да, да. Там вся оборона, вся центральная ось Легиона ошиблась. Под этим прессингом. Да, и вот Максим Остапенко здесь пришел в центральную зону. Давай, давай, выкираешь время! Сколько? Сколько это? Восемь, восемь, наверное. Восемь минут еще, вот Максим Остапенко здесь спрашивает. Да, да, восемь. И Сергей Григорьевич Кусайнов подтверждает эти слова. И у импульса, для того, чтобы забить еще один гол, и у Легиона, чтобы сравнять счет. Просто необходимо двигаться и пытаться... Да, обратим внимание, Александр Гоглов прошел здесь. Мимо нас достаточно так свежо выглядит, да, в отличие от футболистов Легиона. Ого, хорошее ложное движение от Павла Андреянова. В центре Павла обыгрался! Власов, куда? Власов, куда? Ну, а там только... Ну, вот я согласен с Власовым. Здесь Власов по правильности паса-то я согласен с Сергеем, потому что здесь отдать туда на ход Андреянова было невозможно. Ну, а может быть, на левую надо продолжить атаку? Ну, там не было, мне кажется. Власов сам оказался на позиции левого инсайда. Сейчас бы на Власова сыграть бы. Один-дин-дин-дин! Жарный такой не даст передачу. Хорошо, Андреянов, Власов слева! Длинная вперед! Мухин борется! Капитан импульса очень хорош! Длинную вперед отправляет! Ага, а смотри, здесь... Пятый номер импульса появился. Это Андрей Шмаков. Его фамилию мы еще не произносили. Он, я так понимаю, поменял... Он вышел в нападение, да, и поменял Александра Гоглова. Ну, импульс пытается играть по результату. Пытается сохранить для себя победный счет. Ну, да, счет, напомню вам, дорогие друзья, 3-1. 3-2! А, 3-2, 3-2, конечно, да, извините. Забыл я гол Слава Андреянова! Вернее, гол не забил, а вот результат забыл. Извиняется Мухин, но Мухин не грубый футболист. Сыграл здесь, конечно, достаточно жестко против Риховского. Легион вводит мяч из-за боковой. Власов играет головой, под ним никого нет. Андрианов не пошел, Андрианов пошел в центр. Пошире бы импульсу провернуть атаку. Хорош, третях, направо! От Миронова! Нет, нет, от Миронова там не уйти. Там хватает скорости у Сережи, там все в порядке. Угловой удар или аут? Что у нас там? Угловой удар, да, подсказывает нам здесь бровки. Подача, подача туда, на дальнюю. В надежде на Козлова. Козлов, слушай, хочу обратить твое внимание, Леша, все-таки, что Никита Козлов, лидер импульса во втором тайме, не так заметен. Мы его оставили без мяча, Паш. Да, да, согласен. Чаще всего почему-то импульс играет длинными. И что удивительно, да, для ЛФЛ-ной команды, такого уровня получается эта игра. Ведь, как правило, все самые-самые сильные команды в ЛФЛ стараются именно катать, играть низом, проходить в центре поля. Поля низом! Мухин классно открылся. Иметь такого игрока в центре поля грехом, на самом деле, не играть, да, низом через центр, правильно? Да, мяч, как правило, да, через Козлова в втором тайме чаще перелетает. Пять минут, пять минут. Встретился со мной взглядом Сергей Григорьевич Хусаинов до конца второго тайма. И пока, дорогие друзья, я не вижу, за счет чего, за счет чего Легион может... За счет срафтных. Ну, за счет срафтных, да, надо что-то заработать. Мирон счет сравнять. Миронов. Миронов скинул аут там на Андрея Шумакова. В нападении вышел Шумаков, но дали поиграть, да? То, что называется. Богданов забирает мяч. И надо начинать атаку быструю, сразу. А быстро здесь... Миронов ошибается! Это снова пастбольница, друг мой. Я понимаю вашу хоккейную терминологию, но это, несомненно, снова пастбольница. Ну, не бывает же в футболе силовых приемов, не бывает борьбы. Не бывает борьбы, и вот спросил Сергея Миронова, бывает борьба в футболе или нет? Там можно в больницу отправить, там ударив в колено или в голеностол, подобные ситуации, когда идут до конца идти и другие. Жаворных, Андреянов. Да, Андреянов и снова Миронов. Опять в больницу? А вот Миронов, вот, вот это то, что называется, наелся. Вот, да, видишь, тогда в больницу, а сейчас ошибка, потому что мог вполне в одно касание на Мухина отдать, но испугался в эпизоде. Это вот в этом, в этой ошибке Миронова я, скорее, готов объединить Сергея Богданова с его вот этим первым пасом. Конечно, конечно. Быстро Легион заставляет. Передача головой! Нет, удара не было. Но из этого эпизода, опять-таки, обратите внимание, импульс, на мой взгляд, то, что называется, максимум сумел выжить. Замена! Замена! Появляется Остапенко. И, а Седов на лево, на позицию левого защитника. Да, ну, все правильно. Ну, Миронов, да, вполне устал. Устал. Набегался. Ты прав. Да, интересно, капитан, капитан Легиона, да, дал возможность себе отдохнуть. Друг мой, продолжай, пожалуйста, эфир у меня. Седов через Андрианова. Андрианов, дальше, дальше отдай! Пошла передача, Власов! Отдать некому было, хотя Мухин просил передачу! Импульс выводит мяч от своих ворота. Андрианов! Ударить бы? Нет, не дают ударить, не дают ударить игроки. Импульса, Жаворенков. Убрал оппонента! Пройти не дали, будешь штрафной. Штрафной очень важен. Очень важен сейчас, да, эпизод у нас. И желтую карточку получает у нас игрок импульса. Под 77-мым номером это у нас Епикиал. Он как раз, вот, Вячеслав заслужил желтую карточку. Хотя действовал он... Он действовал по эпизоду, все правильно. По эпизоду, да, все верно, ты говоришь, Паш. Он действовал по эпизоду, но весь матч он провел очень уверенно. Ну, этот, вот, этот момент может привести к третьему голову ворота импульса. Седов со стопенкой на подаче. Власов просит. Просит трое игроков в стенке. Седов подает, дело первое, что Власова! И подратаха уходи! Нет! Сергей Богданов страхует и пробил поворотом! Сергей Богданов, один удар, один стоп. И ты посмотри, Сергей Богданов, какое ускорение бешен. Ну, знаешь, Сергей Богданов мне рассказал, что в школе, да, в футбольной школе? Занимался бегом? Нет, нет, нет. Когда в футбольной школе были упражнения на ускорение, одним из лучших прибегал, то есть, одним из первых. То есть, меня поэтому не удивляет совершенно, что Сергей Богданов, травмированный Сергей Богданов там с выбитым коленом, обогнал сейчас центрального полузащитника столь быстрого Никиту Козлова из-за импульса. Какая плохая передача, опять верхом играет, и опять верхом неправильно играет Паша Андрианов. И Стас Мухин тут интересуется, ну, что вы делаете? Ну, что делают? Футбол играют, как могут. Почему не играют на Стаса Мухина? Да, он бы здесь троих обыграл бы и отправил в дальнюю девятку гол. Правильно? Как раз, да, чуть-чуть, мне кажется. По посадке похож на молодого Диего Марадон, да? Седов. Седов! Ошибается! И свою же ошибку исправляет? Нет, не согласен с тобой, в подкате играет и сохраняет мяч для Легиона. Седов никогда не выключается из эпизода! Вот здесь толчок спину. Дорабатывать надо все! Ты знаешь, я определился со второй звездой. Встреча для себя это Андрей Ряховский. Или Ряховский. Вот, к сожалению, так я и не определился с произношением. Ребят, может, подскажете нам, Андрей Ряховский или Ряховский? Ряховский, Ряховский, да. Но если Рясинский, да, защитник сбора России по хоккею, да, выступает сейчас на позиции центрального нападающего под управлением Зенитулы Хайдаровича Белеледдинова. Ну, это здесь тебе. Слово? Я не смотрел, что это от мира по хоккею. Презираешь? Бастуешь? Не любишь хоккей? Вообще, не понимаю. Паш, не понимаю. Не понимаю, с хоккей. Андрианов. Андрианов длинная. Вот, ты знаешь, мне кажется, что... А вот здесь Александр Седов вполне получил... Да не было. Угловой удар? Угловой удар? Не было. Там никакого форума. Я согласен. Нет, ну, руку положил там, достаточно третий, как жестко играл против Седова. Давайте продолжайте играть. Вот Богданов... Богданов получился. Пошел штрафной Сергей Богданов. Головой играть умеет. Подача! Подача как раз на Богданова! Седов. Седов, ты первый. Седов, ты посмотри, бросился. Ряховский. Все. И все, матч закончен. Матч закончен. Ну, кто первая звезда в матче-то? Ты кто, давай, вот, и вторую, и третью назвал. Ну, давай, поскольку нет. Ты знаешь, вот первой звезда встречи хочется назвать Сергея Григорьевича Хусаинову. Мне кажется, в такой важной... Забрал у нас протокол, пожал мне руку. Вот первой звезда встречи называй Сергея Григорьевича Хусаинову, потому что в таком матче, в таком матче, да, не потерять ни встречи, не потерять, да, вот этот уровень жесткости, да, это было очень важно. И обратите внимание, игра... Были, были спорные очень эпизоды, были очень опасные моменты. Ну, давай, Илюш, аналитика от тебя. На мой взгляд, прекрасный матч. Матч просто великолепен. Импульс сыграл здорово. Импульс смотрелся интереснее и по делу выиграл, на мой взгляд. Да, немножко упустили нить из игры во втором тайме. В втором тайме, да. В начале второго тайма был не за импульсом. Но, в основном, все равно, импульс победил по делу. Заслуженная победа импульса со счетом 3-2 над прямым конкурентом команды «Легион». Да, в этой игре за 6 очков импульс побеждает. Ну что ж, здорово. Дорогие друзья, на этом давайте мы нашу встречу заканчивать. С вами был наш оператор Максим Кратачик-Гущин. Да, и ваши комментаторы Элия Полфинов, Павел Канушкин. Дорогие друзья, всего доброго, удачи и оставайтесь в спорте.